Привет! Это Владимир Реальная Стройка и сейчас я расскажу как своими руками сделать идеальные ступенечки. Только два предупреждения. Первое предупреждение. Не повторяйте за мной. Не делайте ступеньки без фундамента. Так заказчикам я никогда не делаю. Я так сделал себе ради эксперимента. Делайте на фундаменте. То ли на фундаменте, который заливался сразу вместе с сным фундаментом дома, то ли на отдельном через демпфер фундаменте, который заливали вы потом, то ли хотя бы столбчатый фундамент. Это обязательно. Поэтому эта методика экспериментальная. Надземная часть ступенек четко сделана и можете повторять. Крылечко. Я снял все доски, опалубки вот этой вот отмостки. И сейчас буду здесь заливать ступень. Вот здесь несколько труб под землей лежит, выкопано на большую глубину. Поэтому, как я обычно делаю столбы по углам и на них собираю крылечко, а здесь анкирую стену. Смысла делать нет. Так как здесь на большую глубину рыхлый грунт и трубы несколько штук. И все вот здесь именно. Поэтому я решил сделать ступени, забить арматуру в стену здания, опереть на отмостку и консоль на 50 см будет висеть. Я заармирую именно для консольного изделия. Я думаю, что это все будет ништяк и все будет работать. Ну, сломается, значит, сломается. На тот момент буду разбираться. Но я думаю, не сломается. У нас дальших морозов нету, чтобы отмостка туда-сюда плясала. Анкировка в стену будет. И 50 см с хорошим армированием, я думаю, будут ништяк держаться. Поэтому здесь я засыпаю песком. Вот я обозначил вон и вон ширину ступеней. И по пол пенька они будут торчать. И пенек тоже я оставляю. Он уже простоял год, ничего из него не растет. Ничего он не пускает. И так дерево было полумертвое, гнилое внутри. Так он и похоронится под ступеньками. А сейчас я засыпаю песочком. Для того, чтобы отсыпать площадку под кольцо, я использую, видите, вот этот вот грязный тонкий слой песка по краям кучи, который смешался тут уже отчасти с глиной. Мы его не выбираем ни в раствор, ни в бетон. И просто вот так подчищаем. И им делаем подсыпки под отмостку, в частности под крылечко. Под все такое. И эта часть песка фактически халявная. Так как в осле они 4-5 см никто не использует. А даже если туда попадет немножко глины, или камушек, или немножко земли, это без разницы. Я его затрамбую и сверху залью кольцо. Он все равно не пучинистый. Так что вот так вот я делаю. КОНЕЦ Ну и вот так это получается. Сейчас, когда опалубку поставлю... Кстати, трамбуем. Две-три лопаты похлопали, две-три лопаты похлопали. У меня есть виброплита, но какая виброплита? Она такой маленькой штуки. Она просто разгонит песок, и все. Это закладная. Вот она, закладная. Там она соединяется. Выходит в отеле металлопластиковую трубу. Но эта труба где-то здесь заканчивается. Одну с другой я соединил. И обрежу, когда уже закончат ступеньки. Это закладная под электричество. Ну вот, в принципе, и все. Можно отделить на ступеньки и ставить нижнюю ступеньку. Так, после того, как потрамбовал песок, в стену закрутил вот такой брусочек, ну, деревяшку старую. И к ней уже прикрутил доску. Почему опалубку сделал 150 доски? Чтобы было меньше необходимо колев. Плюс у меня были уже обрезки. Я их даже вот этот резал, а эти не резал. Они и такие были по метр шестьдесят. Выставил по уровню, померил диагонали. Получилось, что две ступеньки по 17 сантиметров. Здесь над отмосткой 15, а здесь 17. Здесь по низу, видите, впустил досточку. Досточка щербатая, так как старая. Но я только подпенил, сейчас обрежу. Сделал вертикаль, горизонталь, диагональ. Здесь забил колья примерно каждый метр. Здесь не стал портить отмостку. Думаю, на таком пролёте 50 доску высотой 150 не выдует. Потом по нижней части досок выровнял плоскость. Избыток вот туда пока откинул. Сейчас поставлю, ну где там, когда выставлял, кое-где подложил. Ну для того, чтобы просто высоту сыграть. Когда я вот эту выставлял чётко по лазеру. Здесь делаю такую дырочку, чтобы можно было подсоединять потом, чтобы электрик подсоединил заземление. То есть тут будет проём ступеньки, который потом постепенно скроется. Но сейчас его не будет скрыто. Сейчас мы просто так и оставим. Ничего сложного, в одного я всё это делаю. Хотя вдвоём, конечно, быстрее и проще. Главное не просрать диагонали, плоскость. Сейчас буду ставить внутреннюю опалубку лестницы. Это уже не так важно, потому что важно только внешне. Потому что по ней равняются ступеньки. А внутреннюю от фонаря на 200 ставлю. Просто-напросто. И с ней никаких проблем не будет. Она просто нужна для того, чтобы бетон внутрь не затекал. Ступеньки, как всегда, делаю пустые. Внутри. Итак, внутренняя опалубка. Крисфая, косая, пузом, неважно. Лишь бы бетон туда не перетёк. Туда будет анкероваться одна несущая, другая несущая и перекрестие. А здесь будет вторая ступенька, которая закроет весь этот беспредел, который здесь я наворотил. Опалубку усилил всем, чтобы пришлось какие-то деревяки понаходил. Поэтому всегда говорю, не выбрасывайте никакие деревяки до того, как вы полностью не закончили строительство, заборы и всё-всё-всё. Вот вроде деревяшки говно. Однако они же пошли. Ну и всё. Здесь сделал... Ступенька будет 30, а я делаю 37. Для того, чтобы верхняя ступенька на неё встала и закрыла. И диагональ тут особо не мерил, так чуть-чуть прикинул. Вон засверлил под арматуру, которая будет анкероваться, цоколь дома. Сейчас будет одна ступенька хомуты и 4 12-х арматуры. Так и здесь консоль и верхняя и нижняя арматура будут 12-я. Обычно вверху арматура ниже, но так как консоль вот так работает, то вверху 12-я и внизу 12-я. Внизу, конечно, можно меньше, но я решил, что тут экономить полтора метра арматуры. Нафиг надо. 12-ю сделаю на хомутах. Это вот прочно и хорошо. И получается, что вот здесь консоль вот 50 сантиметров. Здесь вообще консоль сантиметров 7 до 10. Верхняя ступенька не переживает. Да и эта выдержит нормально. Она будет стоять на песке. Мороженого пучения у нас особо нет. А здесь будет примыкать потом плитка двора. Ну вот, все я сделал. Где какие щели, все запенил. В одного, конечно, это не так быстро. А вдвоем мы такую опалку ставим полтора часа максимум. Вот так их делал один, и держал один, и мерил один, диагонали один. Соседа все-таки позвал, померил диагонали внешних ступеней, чтобы мало ли, чтобы косяков никаких не было потом с плиткой, когда ее укладывать. Вот я делаю ступеньки с остатком разных арматурин. И в частности, многие из них давно лежат и покрылись рыхлой ржавчиной. А ступеньки, они на улице. И поэтому обязательно, обязательно надо рыхлую ржавчину удалить, чтобы она не отстрелила бетон. Особенно если изделие у вас на улице. Сейчас я покажу. Допустим, вот такая, не страшно. Я уже почистил, видите? А вот прямо рыхлая ржавчина. Вот, я надеюсь, там сфокусировало. То есть она прямо вот летит. Поэтому надо обязательно почистить. Особенно если делаете себе. Заказчику многие не захотят так делать, а себе так я делаю всегда. Я и заказчику делаю. Так как тут буквально 2 или 3 ржавых арматурин, я делаю это ручной щеткой. Если же вы беретесь, например, за большой объем, много вас чистить, ну, конечно, обезьяну на болгарку нацепили и погнали. Вот, смотрите, даже видно разницу. Вот такая она была, вот такая стала. Вот это достаточно. Не надо ее начищать, чтобы она блестела. Но обязательно надо рыхлую ржавчину, которой кислород будет дальше окислять и отстрелит ваш бетон. Даже если вы сделаете правильный защитный слой. Вот, вот такого достаточно. Это не рыхлая ржавчина, ее можно в бетон. Гну арматурин в вот таком состоянии, несмотря на то, что на улице используется. Так вот, начинаем грудь-хомут. Первый маленький гузачок. Если делаете по снипу, надо загибать сильнее. У меня дело не по снипу, это не рабочее армирование, а так, распределяющее. Дальше. Отмечаю необходимое плечо. Если вы гнете много одинаковых хомутов, конечно, на доске надо писать размеры и не мерить рулеткой. Так как мне всего 7 штук надо было, я не стал этим заморачиваться. Еще, вот этот загиб для рабочего армирования, а вот этот острый загиб только для хомутов, он немножко портит арматуру. Этого крайне желательно, если у вас тут будет рабочее армирование. Этот, вот этот плавный загиб для 16 арматуры. Каждая арматура, каждый размер имеет другую вот эту вот надставку. И это все гастируется и нормируется. Ну так вот, теперь большое плечо пошло. Опять маленькое плечо. И опять большое плечо. Все. Тоже, если по снипу, то вот здесь надо догибать, чтобы два крючка почти встретились. Режу я эту маленькую арматуру не болгаркой, а болторезом. Это быстрее, не надо тащить никакие провода. Вот такой хомут получился, вот еще два. Здесь у меня прикрученный к полу поддон, и на нем я работаю. Если же у вас получается, надо много хомутов, то, конечно, не рачки сидите на земле, а на высоте живота стоите и гнете. Все, что я сейчас делаю, я делаю просто, чтобы быстрее и проще. Итак, сначала начнем с двух ригелей, которые являются несущими элементами этой консоли. Я забил туда арматуру, сверлил на 14, чтобы 12 спокойно влазило. Если вы перестраховщик, можете намазать плиточным клеем или клеем для газоблока и забить туда вместе с клеем. Дать высохнуть, а потом только вязать. Это был химический анкер на минималках, и, в общем, это хорошо работает. Значит, 4 12-х арматуры, два хомута и шестерки, они не несут, как сказать. Вообще, хомуты работают как косых трещин, здесь никаких косых трещин не будет, я думаю. Здесь они просто для того, чтобы разнести в пространстве армирование. И также второй ригель, сделан точно аналогично. Забита арматура и два хомута, которые не несут никакой нагрузки. Теперь надо сделать вот здесь еще ригель, который будет распределять нагрузку между несущими ригелями и держать ступеньку посредине. Ну и погнали вязать армирование последнего ригеля. Нижние арматурины поставили. Верхний пока не делаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Как вы видели, одному это ужасно делать неудобно. Сейчас еще сделаю усилители для углов, поставлю проставки, потому что каркасы вот так надо сдвинуть. Усилители для углов, чтобы они при ударе бетона не сложились. Поставлю проставки и можно будет заливать. Сделал некие вспомогательные операции. Вот здесь сделал еще одни хомуты, чтобы здесь не складывалось туда вниз. Поставил проставки под арматуру, так как арматура жесткая, все понадобилось вот здесь в проставке, так как она сюда накренилась. А там она собственным весом держится хорошо и упруго. И еще вот такую как бы проставку, она не для этих целей, но чтобы сдвинуть ближе к центру армирования. Дальше поставил на углу вот саморез, саморез и тут натянул гвоздиком арматуру, фу, арматуру, проволоку. Это не даст ступеньками туда, все же съезжать не сюда, так как большая довольно-таки доска везде на опалубке. Сюда ее не выдает. Далее. Вот здесь сделал вот такую штрабу в будущем бетоне. Потому что вот это и вот это будущее заземление, чтобы электрик тут мог манипулировать. Вот так оно не будет заливаться. Все. Сейчас посмотрю на погоду в интернете, потому что пасмурно. И если не обещают дождя, то сейчас буду заливать эту ступень. Купил на фирме заплесневевший, вон, и там, и тут заплесневевший пластификатор. Никогда такого не видел. Не думал, что он такой полезный, что на нем плесень растет. Вот так вот. Господа, аптепласт, это что за тема, а? Начинаем замес. Рецепт другой, не такой, как на отмостку. Здесь подготовлено вода, ведро, цемент, полтора ведра, песок, три ведра, один к двум и к 0,66. И пластификатор. Ну и погнал замес. Ведро не все выливаем, чтобы осталось воды поменьше. Теперь пять ведер щебня. Итого соотношения полтора цемента, три песка, пять щебня. И воды меньше ведра. Потому что сейчас влажность большая. Зажги были. Субтитры создавал DimaTorzok и вот такой бетон должен у вас получиться. Видите? Миксер даже кончиком воткнутый стоит. потому что чем меньше воды, тем крепче изделие. Выше марка по прочности и выше морозостойкость. Ну а теперь лопатой перебрасываем туда. Если бы не было дождя, предварительно надо полить. но так как был дождь, только прекратился. Я поливать не буду опалубку. Вот и накидал, буду вибрировать. И погнали ровнять мастерком. Вот так поровняли, а теперь гладилкой. И все. Постоять до час и еще раз поровнять гладилкой. Ступеньки закончены. Вечером обещают дождь. Как раз в тему. Завтра буду делать верхнюю ступеньку плиту. А для этого сейчас здесь буду ставить опалубку. Сразу не теряя времени собираю палубу, ту, которую я похороню под верхней ступенькой. Создал посреднее ребро, чтобы использовать дюймовку, а не 50. И всякие отходы нахожу. В частности, это упаковка от смарт-блока. Вот это вот. Всякую фигню нахожу. И здесь главное застелить. Ну и конечно раз в несколько там 40-50 минут перетираю ступеньки по штане то осаживаются, то не осаживаются. Всяко-всяко их обрабатывают. Так как сейчас не холодно, пленка не прикрывает, завтра все равно ее снимать, чтобы дальше ставить опалубку. Но так как обещают дождь, прикрыл шиферинами, которые валялись на участке, чтобы дождь все-таки не размыл свежий бетон. Это компромиссное решение. И вот с утра если вы угадали с влажностью, то можно перетереть пенопластом. Если не сильно угадали, можно перетереть газоблоком. Если совсем уже поздно пришли, можно перетереть кирпичом. Но я угадал по времени, по штуктеньке, ночью было холодно, набор прочности фактически остановился. И я перетираю пенопластом. Вынул вот эти все стяжки проволочные. И теперь все затираю поверхность. Всяким железнением я не занимаюсь. Это хрень. После того, как перетерли, смести надо обратку. Таким способом мы добиваемся ровной поверхности. Какие-то грехи, которые вчера прозевали, например, камушки вылезшие, забил и перетер. Или выбить и перетереть можно. И еще это упрочняет поверхностный слой. Все. Всегда это делайте во всех своих бетонных изделиях. И все будет ништяк. Все равно, сколько вы не равняете, по сырому бетону грехи вы не увидите. А сейчас вот четенько. Вы понимаете плоскость какая? Вот тут. Короче, идеальная ступенечка. Плиточники вам потом спасибо скажут. так получается, что верхняя ступенька будет касаться газоблок выше прокладки гидроизоляции в стенах. Там же у нас был такой карман. Карман гидроизолировать трудно, поэтому я намазал рубероид, который был на этом самом на стене праймером, вот видите капли, и прилепил его. Дальше запениваю. Запениваю полностью, обрежу и наклею гидроизоляцию на всю стену от опалубки и на стену. Потому что вот там проклеить в двух сантиметрах это просто невозможно. Поэтому создаю как бы стену из пены, если так можно выразиться. Вот здесь видите, все приклеено. Та гидроизоляция, которая была в накладке, вот она, вот она. Обрежу и приклею на праймере здесь полиэтилен двухсотый в два слоя. Тем самым не позволю всасывать газоблоку влагу капиллярную, так как это идет уже внутрь, где там обои отойдут или еще что-то произойдет. Вот такая технология. Редко мы ее применяем, но по факту лучше применить. Расчертил, померил диагонали. Вот так у меня будет верхняя плита. Вот такая. Здесь креплю прямо в свежую опалубку, здесь упираю доску, здесь закручу ее, вот там сделаю подкосы. Ну, короче, начинаю монтаж ступеней. Все три части опалубки установлены. сейчас буду сделать усилители, так же как и здесь. А сюда прикреплю полиэтилен, для того, чтобы бетон при вибрации туда, в нишу не утекал. Здесь двухсотую, два слоя пленку, там по праймеру прилепил, плюс степлер, там не прилепил, потому что тут будет для ниши штроба, проклеил здесь, сейчас сделаю вот здесь полиэтилен и еще раз все проклею праймером. Ну вот, осталось только повязать армирование. Усилители досок опалубки есть, здесь везде нормально, здесь усиление держит прикручено, там у стены прикручено, а здесь не нужно. Толстая доска, все хорошо, так же здесь, здесь усиление прикручено, торец доски, там возле стены. Единственное, здесь пролет немножко побольше, я решил все-таки поставить усиление. Здесь покрыл любой пленкой, лишь бы не протекал бетон, снизу первый слой пленки туда подпущен, прилеплен на праймер, другая пленка сюда наращена, и тоже на праймер в стену заанкирована арматура немножко, просто, она не для того, чтобы держать эту плиту, она стоит на ступеньках, чтобы как-то была зафиксирована арматура, и все тоже праймером пройдено. Так что, вот так, сейчас повяжу армирование, и можно будет заливать. сегодня, наверное, уже не буду, уже 3 часа, я еще даже не начинал ничего носить, раскладывать, поэтому сегодня повяжу армирование, тем более, сегодня пятница, завтра выходной, и в понедельник с новыми силами накину, только единственное, что тут еще надо поверху доски прикрутить, так как ступенька 15 сантиметров получилось, а нам надо 16,5-17, поэтому поверху еще будут прикручены доски, ну, дюймовочка, это тоже время займет, поэтому сейчас повяжу армирование, прикручу доску, и все будет гуд. Ставлено для штрабы, чтобы электрик мог достать до заземления все усилители, вот эти вот бруски я нашел, нарастил ими все, полил, потому что все-таки сейчас я домой уйду, завтра еще сюда заеду, полью, ну, в общем, и все, на выходных я сильно поливать не буду, потому что 4-6 всего ночью, и того я двое суток буду поливать, а потом перестану. Ну, начинаем продолжать ступеньки, полил, конечно, всю ту часть, которая набирает прочность, полил внутри, вот мокрые, видите, все деревянные части, увлажнил чуть-чуть, бетон, и начинаю, вот бетон, видите, какой, не очень мокрый, им начинаю заполнять ступени, с вибрацией. Намесили и погнали ступенечку заливать. Субтитры сделал DimaTorzok сильно мощный, зараза, все обляпывает в округе, но зато вибрирует четко. Где-то сантиметров 12, вполне 13 я провибрировал, и вверх я уже не вибрирую, потому что, ну, тут чуть-чуть, это покрытие, я его штыкую лопатой и затираю провилом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, не хватило пол ведра раствора, бетона. Сейчас буду замешивать чуть-чуть и закончу здесь полностью ступени. Здесь все почищу, чтобы оно здесь, ляпки раствора не портили. Также заляпало чуть-чуть окна. Почему я не заклеил, бессмысленно. Легче тряпочка сейчас сложно протереть и все. И последняя ступенька вторая. Готово. Только-только загладил поверхность. Даже не успел гладилкой пройтись. Пошел дождь, вот. Сейчас, слышите, плямкает. Вот. Инструмент сейчас помою и поеду. Дисна, что у меня тут остался раствор, до завтра полежит. Завтра его выкину, да и все. Сейчас неохота подожди им заниматься. тут бы хоть инструмент помыть без промыкания. Итак, я сегодня приехал, но так как уже жарко, больше 20 градусов тепла, чуть ли не 30 на солнце, все уже застыло. Перетереть пенопластом не получилось. Перетирал кирпичом, увлажнял и перетирал. В общем, так все вывел, но вот здесь, видите, вот лужицы. эта пленка в свежий бетон утонула, где-то миллиметра по 4 сделала туда выемки. Это уже буду потом замазывать, когда буду плитку ложить. Так что сейчас все перечухал кирпичом, полил, прикрою пленкой и оставлю набирать прочность. Снял опалубку со ступеней. Ну, разве они не безупречны? Вы видели такую геометрию. Все-таки за 30 лет работы с бетоном я научился работать с бетоном. Это безупречные ступеньки, мечта любого, штукатура, в смысле плиточника. Он будет благодарить меня. Ну, наверное, этим плиточком буду я и вот смотрите, как это все выглядит. Опалубку снял, полил, здесь я подсыпал для того, чтобы не высыпался оттуда. Песок не вымывался дождями, двор-то будет выше и пока я присыпал, вот у меня была земля и я присыпал. Потом отгребу, не отгребу, как-то протрамбую, уберу, не знаю, что будет потом. Но в данный момент надо обеспечить то, чтобы не вываливались сюда песчаная моя посыпка не вывалилась. Кроме вот этого места, где закладная под электрику. поливал свои вот эти замазки и весь день поливал вот эту вот стеночку. Она набирает прочность или после, или до, или вместо, или я у вас буду спрашивать, что делать с этой стеночкой далее. У меня есть одна из идей, это зашпаклевать. Так как блок примерно ровный, зашпаклевать, чтобы посмотреть, можно ли обойтись шпаклевкой при этой плоскости. Тут перепады, конечно, есть, я не совсем идеально выставил, но миллиметровые какие-то перепады. Ну, посмотрим. Вот такие ступенечки получились. Я ими очень доволен. Их красота в их безупречной геометрии. И я против мудрижа, со всякими сложными формами крылечек и ступеней. Я уверен, что это видео окажется вам полезным. И повторяя досконально все эти этапы, вы сможете залить свои ступенечки. Чем больше ступенек, тем больше раз вы переставляете опалубку. Поэтому прошу поставить лайк. К тем, кто не подписан, подпишитесь на канал. У меня еще куча интересных и полезных видео для самостройщиков. А тех, кто уже давно является моим подписчиком, не забудьте класнуть колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые регулярно выкладываю каждую неделю. Но в комментариях напишите ваши соображения. Нравится ли вам так же, как и мне, лаконичные, четкие, простые ступенечки, или вам нравятся многоярусные, сложные, волнистые, многоугловые входные группы. Здесь вокруг меня сплывут видео о крылечках только сложных дизайнерских всяких там 3D, которые повторить вам будет трудно, но посмотреть будет интересно. С вами, как всегда, был Владимир и напомню, делай хорошо, плохо, оно само получится. И если ты выставил опалубку четко, то и после распалубки тебя ждет прекрасный результат. АПЛОДИСМЕНТЫ